Всем привет друзья, вы на канале пир есть. Сегодня приготовим стейк бавет. На гарнир будет спаржа. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть больше интересных рецептов. Готовим сегодня на гриле. Друзья, сегодня готовим стейк бавет. У меня три таких вот обалденных стейка. Для маринада нам понадобится крупная соль, а также черный перец. Ну и конечно бумажные полотенца. Сейчас покажу для чего. Первым делом нам необходимо убрать лишнюю влагу со стейков. Для этого промокнем их. Советую использовать достаточно плотные полотенца, чтобы они не прилипали к стейкам. Обычные салфетки не подойдут. Друзья, как вы думаете почему я убираю лишнюю влагу со стейков? Об этом вы можете мне сообщить в комментариях ваших. Здесь небольшой жирок. Его можно в принципе обрезать. Оно нам не понадобится. Он нам не понадобится. Ну и вот здесь вот у нас небольшой кусочек. Нам понадобится кулинарная кисть. С помощью нее мы аккуратно нанесем ровным слоем оливковое масло. Друзья, стейк бавет это он же серлоин. Это кострец с простыми русскими словами. Это достаточно недооцененный альтернативный стейк. Посмотрите какие крупные волокна у мяса. Оно будет очень нежное. и вкусное. Один раз приготовив вы будете его готовить всегда. Посыпаем солью крупной. Не боимся. Просыпаем соли с избытком. Лишнюю соль мы уберем. А также свежий молотый перец. Добавляем все сразу. Прижимаем соль. Так сказать вбиваем его в стейк и переворачиваем на другую сторону. Аналогичную процедуру производим с другой стороны стейка. свежий молотый перец. Он будет идеально подчеркивать вкус нашей говядины. Друзья, по поводу солить до или после ходят много споров. Я вам скажу, за 20 минут из вашего мяса не идет лишняя влага. Поэтому солить можно смело до. Оставляем наши стейки на 20 минут для того, чтобы они пропитались вкусами соли и перца. Тем временем разогреваем гриль. Нам нужен будет прямой и непрямой жар. Температура порядка 260 градусов. Друзья, наши стейки промариновались. Теперь осталось лишнюю соль убрать. Убираем лишнюю соль. Счищаем ее с помощью ножа. Аналогично на других стейках делаем. Немного перец чистился, но ничего страшного. Зато будет не так остро. Смотрите, стейки готовы. Гриль готов. Напоминаю о конфигурации. Прямой жар, не прямой. Отправляем наши стейки. Сначала под углом 45 градусов для получения аппетитной решеточки. Опа, кусочек. Накрываем крышечкой и ждем порядка двух минут. Теперь кладем под угол 90 градусов. И еще одну минуту. Друзья, пора переворачивать. Ооо, какая, смотрите, решеточка получилась. 45. 45. Тут вот жара не хватает. Накрываем. Теперь под 90 градусов разворачиваем стейки. Между тем контролируем степень прожарки. О, этот еще у нас РР. А этот уже ближе к медиуму. Друзья, я думаю, достаточно мяса отправим в зону непрямого жара. Особенно этот стейкоз. Пусть они там дойдут. Смотрите, какие они. Ооо, это просто очень вкусно будет, сто процентов. На гарнир я решил приготовить спаржу. У меня вот такая вот молодая. Отправим ее туда. Опа. Буквально по минутке. Смотрите, какая спаржа. Ооо, бомбически будет. Закрываем крышкой. Несколько рутанем чуть-чуть. Пусть отдохнет. Вот это ракурс, вот это бомба. Я чуть под перевернул, друзья. Скоро она будет готова. Мясо просто дымится. Бомбическое. Друзья, все готово. Ооо, это просто безумство. Стейкосики. А также наш гарнир. Спаржа. Ее осталось только заправить. Чем, вы узнаете немного позже. Оставайтесь до конца с нами. Друзья, осталось немного только добавить лимонного сока. Для придания пущего вкуса нашей спаржи. Попробуем, что у нас получилось. Мясо непременно необходимо разрезать против волокон. Да, прожарка well done у нас получилась. Но все равно мясо сочное. Мам, покажи. Сейчас вам покажу. Ммм. Ммм. Но я хочу напомнить, что это самый тонкий стейк. Если бы мы взяли чуть потолще, он был бы у нас разной прожарки. Посмотрите. Он сто процентов. Видите, тут есть сукровица. Ммм. Очень сочно. Попробуем спаржу. Извините, жую, друзья. Попробуем спаржу. Ммм. Очень вкусно. Кисленькая. Ее можно немного еще соевым соусом полить. Друзья, спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пир есть. Можно поесть. Очень вкусно и немного на ночь. Всем пока, пока, пока.